Он был еще юн, и о том, как устроена жизнь вокруг, представлял себе очень смутно. Да и каменные джунгли Токио разительно отличались от той среды, в которой Цукуру жил раньше. Так сильно, что превзошли все его ожидания. Слишком уж огромен оказался этот мегаполис, и слишком много оказалось там всего на порядок больше, чем он предполагал. И потому он никак не мог удержать баланса между собой и окружающим миром. А главное, как ни крути, в те годы ему еще было куда возвращаться. Садишься на токийском вокзале в Синкансен, и через каких-то полтора часа прибываешь в вечный оплот гармонии и дружбы. Туда, где время течет неспешно, и всегда ждут те, кто откроет тебе свою душу. О том, что это место бесследно исчезло, он узнал о втором курсе, во время летних каникул. То лето изменило жизнь Сукуру Тадзаки до неузнаваемости. Прошло 16 лет. Живущий в Токио 36-летний инженер Тадзаки работает на железнодорожную компанию и строит станции. Его новая подруга Сара надоумила его попытаться найти своих школьных друзей и выяснить, почему они отвергли его. В поисках своих старых друзей он отправляется в Нагою, а затем в Финляндию. Мы познакомились с кратким сюжетом романа Харуки Мураками «Бесцветный Сукуру Тадзаки и годы его странствий». Роман в Японии вышел 12 апреля 2013 года. И за первый месяц было продано 1 миллион экземпляров. И таким образом, на 2013 год, за целый этот год, это стал самый продаваемый роман в Японии. Эта книга вышла уже после романа 1Q84, но до романа «Убийство Командора». И в этом видео поговорим о главных героях и моих впечатлениях об этом романе. Как вы уже успели выяснить, главным героем книги является Цукуру Тадзаки. Фамилия Тадзаки можно перевести как «Скопление утесов». И действительно, Мураками представляет жизнь Цукуру как именно «Скопление утесов», через которые он пробирается, пытаясь докопаться до истины. А имя Цукуру – это омоним для глагола «делать», «создавать», «производить». И Цукуру оправдывает свое имя и работает инженером-конструктором железнодорожных станций. У него в молодости, 16 лет назад, было четыре друга. Два парня и две девушки. Парней звали Кей Акаматсу и Йосио Оуми. Акаматсу, если буквально переводить с японского, то это красная сосна. И Акаматсу имел прозвище Ака, то есть красный. Этот друг Кей Акаматсу, он был отличником в школе. А когда закончил университет, он стал вести семинары для крупных компаний. Йосио Оуми. Если, опять же, дословно мы переведем фамилию Оуми, то это будет значить «синее море». Как вы могли догадаться, он имел кличку АО, то есть «синий». В молодости увлекался спортом, а во взрослой жизни работает продавцом автомобилей «Лексус». Две девушки, с которыми дружил Цукуру, их звали Юдзуки Ширане и Эри Куроно. Ширане, ее фамилия дословно можно перевести как «белый корень». И она имела прозвище «широ», то есть «белая». И как раз вот из-за лжи, которая допустила Юдзуки, именно из-за ее поступка, из-за того, что она обвинила Тадзаки в том, что он не совершал, остальные перестали общаться с Цукуру. А сама Юдзуки погибла странной смертью. Ее кто-то задушил при таинственных обстоятельствах. Эри Куроно, в переводе «черная пустошь», имела прозвище Куро, то есть «черная». Она вышла замуж за Фина, взяла фамилию мужа и уехала в Финляндию. Сейчас, на момент повествования, у нее двое детей. Сара Кимото – это теперешняя подруга Цукуру Тадзаки. Она работает в турфирме, живет в Токио, и они встречаются. Фумиаки Хайда. Если мы возьмем дословный перевод его иероглифов, то это означает «серое поле». Университетский друг Цукуру, на два года его моложе. Он великолепно умел готовить, но внезапно бросил учебу и куда-то исчез. Так мы посмотрели, какие были герои в этой книге. А сейчас я кратко расскажу о том, как я читал эту книгу. Как вы успели заметить, я вам ничего не показывал здесь, кроме картинок этой книги, фотографий ее обложки. Обычно, если у меня книга есть в физическом воплощении, в твердом или мягком переплете, я вам ее показываю. Но этой книги у меня нет. Читал я ее довольно необычным для себя способом. На тот момент, когда я этот способ придумал, для меня он был необычным. Но потом я таким способом перечитал с десяток книг. В основном технического характера. Желаю узнать, что мне нужно было из этих книг. А книгу «Бесцветный Цукуру Тадзаки» я читал в книжном магазине. Тогда я работал на кафедре в университете. Кто знает «Орел», тот знает «Корпус Нейли Гваж». Там сейчас рядом построили магазин «Супермаркет Европа». И вот после занятий я выходил и шел в сторону универмага. Там находился книжный магазин. Он появился чуть позже. Но в этом магазине я тоже читал много книг. Я шел в сторону универмага. Переходил через Красный мост. Шел на Ленинскую. Там был магазин «Читай». Он и сейчас там есть «Читай город». Я заходил туда. Находил эту книгу на полке. Читал 10, 15, 20 страниц. Под настроение. Если это было... Такое чтение продолжалось достаточно продолжительное время. То есть я начал, если я не ошибаюсь, читать осенью, а закончил весной. Потому что не каждый день мне удавалось уделить время для того, чтобы зайти в книжный и почитать. И я читал 10, 15 страниц. А текст о Мураками почему-то у этой книги достаточно легким оказался для чтения. На это уходило немного времени. После этого я, если у меня было время еще в этот день, я шел в Атолл на четвертый этаж. Там находился другой магазин «Читай город». Там я находил эту книгу и прочитывал еще 10 страниц. А потом, когда открылся универмаг после ремонта, в нем тоже появился книжный магазин «Читай город». Таким образом я мог прочитывать, заходить в три магазина и прочитывать в каждом по 10 страниц. И таким образом за день прочитывать 30. То есть если бы я ходил каждый день, как я уже уже сказал, не всегда так получалось. То я мог прочитать эту книгу, она, по-моему, на 300 страницах за 10 дней. Но, к сожалению, у меня получилось, так не получалось. Я ее читал где-то около полугода. Иногда я ездил в Мегагрин погулять там. И там тоже есть магазин «Читай город». Если я попадал в Мегагрин, то я в «Читай город» заходил и там проводил больше времени. Вот когда я заходил в «Читай город» в Мегагрине, мне удавалось прочитать больше. 20-25 страниц, иногда 30. Но здесь я сталкивался с тем, что приходилось иногда обрывать свое чтение, потому что вокруг меня начинали собираться продавцы магазинов. Мне было некомфортно в их присутствии читать книгу. Иногда я заходил в книжный магазин и читал какую-то другую книгу, которая мне была интересна. Например, так я начинал читать Бернара Вербера Муравьи. Но потом я купил себе эту книгу в печатном варианте. И обзор на эту книгу вы можете посмотреть по ссылке в подсказке. Так я читал эту книгу. И получалось так, что между чтениями проходило много времени. И иногда я забывал о том, что я прочитал в прошлый раз. Но когда я заканчивал читать, я запоминал, на какой странице я закончил. Например, в первый раз я зашел, прочитал, допустим, 12 страниц. На 12 странице я закончил, я запоминаю, ухожу. И так далее. Но в какой-то момент произошел какой-то сбой в памяти. И я помнил, что я дочитал, допустим, до 55-й. Но я открываю на 56-й, я начинаю читать, и я не помню, что было до того. И в этот момент мне пришлось вернуться на 5-6 страниц назад, чтобы напомнить себе, о чем шла речь в книге. Это тогда можно было так делать. К сожалению, сейчас, когда в каждом магазине требуют находиться в масках, хочется побыстрее зайти, сделать свое быстрое дело и уйти. То есть, стоять и читать, находясь в маске в магазине, очень тяжело. Поэтому те, кто успел в прошлом десятилетии использовать этот способ, чтобы читать книги, насколько, ну, опять же, есть особенности, что, например, в моем маленьком городе это было возможно. Но когда я поехал в Москву и зашел в московский дом книги и пошел вдоль полок, у меня был список с собой литературы, которые я хотел купить. Я потом ее купил в это посещение, потому что у нас в городе такие книги не продаются. И их можно было только заказать на заказ. Но прежде чем заказать, я хотел их посмотреть, какое там оформление, какая там бумага. И вот тут, да, тут уже намного сложнее. То есть, здесь охрана не продавцы, а охранники ходят и смотрят за покупателями, что они делают в этом магазине. Это было очень некомфортно находиться. То есть, да, я приехал за столько километров, мне бы хотелось посмотреть вообще ассортимент. Но вот это постоянное присутствие этих церберов мешало сосредоточиться на том, что я читаю. Но все равно я успел некоторые книги, я успел прочитать содержание, посмотреть какая бумага, какие картинки. Вот те книги, которые я успел просмотреть, я их не покупал. Но из того списка, что я с собой брал, там, не помню, пять или шесть каких-то, две я купил. Вот. Это особенности такого вот потребления информации. И теперь о впечатлениях от самой книги. Несмотря на то, что текст, сама компоновка текста, сами слова, они легко заходят. То есть, можно достаточно за короткое время быстро прочитать то, что написано на странице. Но вот сам сюжет, когда Мураками начинает перепрыгивать, вначале он рассказывает про текущее время. Потом он перепрыгивает обратно на 16 лет, когда герой был моложе. Потом он начинает вставлять какие-то ретроспективы или рассказы от других людей. Там есть еще второстепенные персонажи, там профессора университетов и так далее. И вот этот подход самого автора, он немножко сбивает со скорости чтения. И с цельного восприятия самой книги. Для меня, когда я ее читал, я думал о Норвежском лесе. Потому что эта книга, Норвежский лес, она вышла намного раньше. Она вышла в конце 80-х. На нее будет отдельный обзор. Когда обзор появится, ссылки появятся в описании. И вот Норвежский лес, я постоянно вспоминал об Норвежском лесе. Более подробно я про него расскажу в отдельном видео. Потому что, но структура повествования, вот эти мысли героя. То, что там был, в Норвежском лесе был герой и две девушки, между которыми он метался. То есть здесь, получается, был главный герой и четыре дополнительных героя, которые, между которыми он пытался найти связь и узнать, что же произошло. И особенность бесцветного Цукурода Адзаки, что, несмотря на все вот это проведенное расследование, которое сделал главный герой, он все равно финал остается открытым. И читатель может додумать до того, а что же произошло. И вот эта вот догадка, которая приходит читателю уже под конец романа, она все равно под знаком вопроса. А действительно ли автор имел это в виду? А не ошибся ли читатель? И вот этот открытый финал, он как бы оставляет читателя с вопросом. Адзаки Продолжение следует...